Один за другим поднимаются на сцену ребята в тюбетейках и девочки в платках. Самым старшим 15, младшим едва исполнилось 3 года. И все они победители конкурса чтецов Корана. Мероприятие это в Чистополе традиционное. Местный Мухтасибад проводит его уже третий год подряд. Нынешний отличается масштабами. В конкурсе участвует 150 чтецов из 7 районов республики. Главная цель, говорят организаторы, поднять уровень знаний Корана среди детей и молодежи. Участники детского конкурса соревновали знаний наизусть и правильного чтения сур. Всего 4 номинации. Самое основное, это я даже хазратам сказал, самое основное это конечно поведение. Это одежда, то есть татарский стиль одежды. Наши предки как одевались, это белые одеяния, красивые, в тюбетейку на голове, если он мальчик. Наша традиционная одежда у девушек это платок. То есть как он себя ведет, как приходит на сцену, как садится. Это очень важный момент конечно. Ну второе, это уж конечно знание Корана. Это чтение Корана и это заучивание наизусть. То есть произношение обязательно, когда таджвид, то есть правила чтения Корана, как они его читают, как произносят, как буквы выходят правильно или неправильно. Согласно исламским канонам, дети воспитываются при чтении Корана. Изучая его, юные мусульмане лучше узнают свою религию, выучить как можно больше сур Священного Писания. Вот к чему стремится каждый участник этих соревнований. Хорошую подготовку конкурсантов отмечают и представители жюри. Оценивали конкурс представители Российского Исламского Университета, Духовного Управления Мусульман Республики, Центр подготовки хафизов Корана, а также зарубежные гости. К примеру, шейх из Египта Хасан Хади отметил очень высокий уровень конкурса. Лучшие чтецы Корана получили подарки от спонсоров конкурса. Несколько человек стали обладателями денежных сертификатов. Впрочем, на сцену пригласили всех конкурсантов. Для них организаторы подготовили поощрительные призы и дипломы.